здравствуйте сегодня я сделаю обзор на сварочный полуавтомат российского производства линкор simali написано и даже есть российский знак качества миг 200 написано на нем в общем этот аппарат у меня достаточно давно с 2010 года что о нем хотелось бы сказать позиционируется он как промышленный полуавтомат в которую можно установить проволоку 15 килограмм большую бухту но и пожалуй это его единственное преимущество в остальном пришлось пришлось мне его разбирать для того чтобы для того чтобы починить в один прекрасный день он просто перестал работать так расскажу для начала конструкции проволока продает подающий аппарат достаточно неплох на нем установлен немецкий двигатель и вообще скорее всего сделан и импортных комплектующих вот в остальном он сделан на вот на таких вот строительных саморезах и каких-то болтах болтами прикручена верхняя часть к нижнему инвертору значит так об устройстве корпус корпус инвертора разбирается таким образом что что от него необходимо разобрать одновременно и внутренности и корпусные детали то есть разбирается очень плохо поскольку все весь монтаж выполнен навесным способом каждая деталь там трансформатор дроссель блок инвертора все это сделано таким образом что она напрямую крепится корпус и все является самонесущим то есть разбирать его крайне тяжело также собирать потому что все это выпадает в одну гигантскую гирлянду так сейчас сейчас покажу разложусь значит так разложился вот выглядит он внутри приблизительно так трансформатор который крепится крепится передней лицевой части потом внутренней вот он вот трансформатор инвертор все равно имеет трансформатор имеет также дроссель дроссель он дроссель прикручен тремя болтами прямо корпус поэтому откручивая корпус трости сразу выпадает и повисает на проводах и и собственно схема инвертора здесь катушки конденсаторы диодные мосты вот для чего непонятно и вообще непонятно почему три платы платы были установлены на заклепках на заклепках приклепаны в один моноблок вот он 3 2 2 платы вот вот это одна плата вот 2 и она все спаяно и заклепана в один моноблок так что посмотреть или выпаять какую-то деталь необходимо высверливать вот эти заклепки так что же здесь за провода дополнительные изоленты значит он у меня как я уже сказал перестал работать в общем я начал разбирать кстати здесь нету никаких разъемов для того чтобы можно было соединить хоть что-то либо он ничего не отсоединяется выполнено все в виде одноразовой конструкции либо это раскусывать а потом придется спаивать либо либо как я разбираю в виде гирлянды и потом каким-то образом это надо все собрать чтобы провода не повредились вот значит так перестал работать трансформатор вот такой установлен трансформатор внутри будет видно будет так так неважно этот трансформатор необходим для того чтобы питалась схема плата плата управления двигателя двигателя подачи проволоки и также идет на какую-то схему инвертора подпитывает инвертор ну и собственно двигатель и вот он изготовлен трансформатор с тремя обмотками первичные 220 вольт и вторичные две обмотки здесь написано непонятно почему так 24 вольта это понятно и дальше чит дробь 14 видимо вторая вторичная обмотка 14 вольт дальше 0063 видимо диаметр проволоки которым он намотан вот эти обмотки первичная на нее подается 220 вольт 24 вольта так бирюзовые провода они шли прямо на плату мотора и мотор 24 вольта поэтому я решил что на нем должно быть 24 вольта померив я увидел что ничего на нем нет и 12 или 14 вольт должно было быть на вот это на этой обмотки но естественно ничего не было было только напряжение питания 220 вольт откусив провода я посмотрел прозвонил обмотки и увидел что первичная обмотка не исправно вот пытался заменить пытался заменить вот таким трансформатором осветительным у него написано 12 вольт 150 ватт не прокатило он сгорел все это баловство был у меня вот такой вот трансформатор прекрасный импортный трансформатор вот не знаю будет не видно наверное ничего значит так в нем в нем есть первичная обмотка которая может быть на 220 вольт или на 400 вольт и вторичная обмотка которая 12 вольт и 24 но я решил не подключать 24 вольта я подключил просто 12 вольт вот этим толстеньким проводом подключил на него 12 вольт вот этот вид витая свитая витая парой этих проводов пошла на плату инвертора вторая витая пара пошла на плату управления мотором и 24 вольта которое должно идти еще пошло тоже вместо 24 вольт 12 12 вольт пошло на плату а также на собственно на мотор на мотор который подает проволоку но я проверял в принципе скорости подачи проволоки хватает для того чтобы варить проволокой 08 он варит только 08 более толстую проволоку я не ставлю и мне варить более толстой ничего так что еще хотелось сказать этот сварочник им был были сварим 2 3 машины 3 машины и трактор то есть переварим кузов в машинах и еще сварим трактор и за все это время за все это время внутрь внутрь у него накопилось очень много металлической пыли то есть работая болгаркой он просасывает вентилятором через себя металлическую пыль и она оседает где на платах понятно вот и самое удивительное то что на этих платах совершенно нету лака они лаком не покрыты то есть спаяны практически на коленках на коленках вот причем плата две платы инвертора спаяны таким образом что они очень компактно сжаты и все сделаны в один моноблок но почему-то диодный мост какой-то хитрый диодный мост с многочисленным количеством диодов он торчит здесь как язык и конечно же никакого лака никакого лака поверьте поначалу были случаи что даже выбивала автомат и приходилось разбирать и продувать потому что где-то металлическая стружка замыкала на платах где-то или в автомате замыкала через заднюю крышку покажу здесь всасывается воздух воздух для охлаждения сначала инвертора потом проходит через дроссель и и выходит через переднюю крышку уже через инверторный трансформатор отдельная хотел бы сказать по качеству самого корпуса вот могу показать что как все российское как российский автопром гниет ржавеет практически хотя этот полуавтомат зимой не ездил по улице и соли не видел но он соржавел вот обширная коррозия значит так трансформатор вернемся к трансформатору который я припаял 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 я его это классный трансформатор единственное что внутрь его впихнуть некуда компоновка не позволяет никак старый был маленьким маленьким и он крепился вот с этой стороны он стоял так вот на термопасте стоял прикрученный корпус мог бы быть где угодно вот он очень компактный а этот уже большой придется колхозить где-то где-то полочку для того чтобы его закрепить сзади вот сейчас я буду собирать 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 я его уже испытывал все работает все работает как и прежде скажем так варит он не идеально пробовал варить и ландом ланд полуавтомат конечно варит он получше значит так вот это параметры параметры сварить на полуавтомата я его сейчас собрал собрал вот таким вот образом сзади снизу закрепил трансформатор сделал это надежно никуда не отвалится и здесь я еще и применил новшество всасывающее отверстие через которое входит воздух для охлаждения полуавтомата я заклеил при помощи скотча белой такой тряпкой чтобы уменьшить попадание металлической пыли на платы вот так же все отверстие через которые входят провода вот здесь вот видно а также отверстия которые оставались лишние я их заклеил герметиком и скотчем малярным опять же чтобы платы внутри были без пыли вот сейчас он стоит на боку сейчас я его поставлю на колесики и буду испытывать как же он работает значит так подключен баллон установленная проволока включена все работает сейчас попробуем поварить хотя лампочка горит проволока скорость проволоки в два раза меньше поэтому дальше варить приходилось на тройке сейчас на пятерке но запас мощности как бы есть скорость проволок отлично все варит значит так трудно сказать какой полуавтомат нужно приобретать но точно скажу что такой полуавтомат я бы не приобретал особенно 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 сколько он денег стоит сумму называть не буду стоит он очень дорого очень дорого для такого качества он мог бы быть гораздо дешевле все так еще хотел посмотреть как работает вентилятор вентилятор вот вентилятор работает выдувает воздух выдувает воздух выдувает воздух а если он выдувает воздух значит через что-то он его просасывает мой фильтрик фильтрик сделан вентилятор из материала прекрасно работает вентилятор он